Всем добрый день, добро пожаловать на наш канал, сейчас мы приготовим термомикс пельмени Если вы не знали, сейчас очень хорошая акция Спешите за наличный и безналичный расчет, рассловочка, пишите Здесь будет ссылочка в инстаграм Сейчас я вам покажу, как он быстро варит пельмени Я включила наварому Мы теперь ставим 100 градусов И самое главное, нужно, чтобы не переставала Видите, да, циркуляция Я поставила уже на 0,5 И здесь у нас 5 минут нужно поставить Хотя, если честно, они, наверное, из 4 будут готовы Но пока месье я сейчас все высыплю Необходимо установить 4 минуты, 100 градусов Потому что у вас уже закипело, поэтому сваром переключайте на 100 градусов 0,5 и вот они у нас уже варятся Ну вот и все, наши пельмени готовы Также всплыли, как в кастрюле, но зато их не нужно периодически помешивать Все это сам делает термомикс Приготовили сегодня вот такой рассыпчатый, замечательный рис В нашем любимом термомиксе И сейчас будем готовить биф строганов Очень-очень быстрым способом, как всегда Конечно же, в нашем термомикс Ну а у меня здесь готовятся баклажаны Уже вы видели на нашем канале Как я их готовлю очень быстрым и вкусным А главное, полезным способом Вот такие они у меня Красивые они уже готовы И готовить мы сегодня будем вот такой биф строганов Это рецепт России, поэтому он весь на русском языке Для приготовления нам понадобится Оливковое масло, кукурузный крахмал, сливки 30% Говядина, я взяла половину свинины, половину говядины Лук 100 грамм, 3 зубчика чесночка Также горчица, можете любую, какую вы хотите Зернистую, русскую, американскую, английскую, немецкую, без разницы Это у меня говяжий бульон Кубик, очень вкусный Обожаю их здесь в Германии Черный перчик и соль Рецепт я немного изменю Потому что здесь у меня рецепт с грибами А мы хотим сегодня обычный, красический Биф строганов, как мы любим И даже, скорее всего, я сейчас не сливки возьму, а сметану Не, скорее всего, точно Не переключайтесь Сегодня готовим мы без строганов абсолютно классическим способом С термомикс Многие боятся, что в термомикс можно готовить только встроенный рецепт Это не так Вы, конечно же, можете пользоваться обычным меню И ещё здесь огромное количество разных функций Всё очень просто Не бойтесь Всегда вы можете мне написать Я всегда вам подскажу, посоветую И в рассрочку, и за расчёт Идут очень хорошие подарки 300 грамм говяжьего филе Я поделю пополам У меня немного меньше, чем 600 грамм Поэтому я 222 Нажимаю далее Щепотку свежемолотого перчика Сейчас я всё приправлю И у нас вот такая крышечка Вот так она выглядит И самое интересное, это вот такая функция Поверните переключатель скоростей Чтобы начать нагрев А вы думаете, что он делает? Конечно же, он обжаривает И периодически перемешивает Посмотрите, как он классно обжарил 7 минут И вот такая красота получилась В этом, конечно, и смысл Что больше желательно мяса не ложить Потому что сильно большой объём И он не получается И кусочки у вас не получатся вот такие красивые Теперь снова 20 грамм оливкового масла Я сейчас пережарю второй ещё 7 минут Итак, необходимо добавить 100 грамм лука Я уже добавила 1 зубчик чеснока Тоже добавила Вы видели, что я уже всё нарезала, как я хочу Поэтому здесь вот эту функцию мы пропускаем Если же у вас не нарезан лук Тогда 3 секунды И он его вам кубиками порежет Я же нажимаю далее Это если вы порезали То вам необходимо спустить лук Нажимаю дальше, далее И вот сейчас я хочу попробовать Вот с такой обжарить лук Нажимаем далее 120 градусов на первой скорости Запах я вам прям не могу передать Грибы я упускаю Потому что ребёнок у меня не ест с грибами Сейчас вам ещё одну интересную вещь покажу Вот Вы поставили вот так, да Теперь мы должны поставить миску Любую, какую вы хотите Например, вот такую, да Скидываем тару Наливаем 30 грамм воды Получилось чуть-чуть больше, да 43 грамма воды Далее и теперь 10 грамм кукурузного крахмала Я добавила немножко больше 14 грамм Нажимаем далее И теперь мы Добавляем в миску мясной бульон Или кубик На пол литра воды Получается добавляем половину столовой ложки Мясной бульонной пасты Прям вот сюда Вот в эту массу Вот так мы всё перемешали Теперь мы должны это вылить В наш лук Главное очень хорошо всё перемешать Добавляем мы в наш лук Но остатки мясного сока мы не будем Потому что у меня их было немного И я пожарила на них лук Далее Одна чайная ложка Английская горчица Или любой какой вы хотите Вот такая у меня Одна чайная ложечка получилась Тоже добавляю это сюда же И теперь необходимо 200 грамм любых сливок Но мы же добавим Вот такой фрисшен шмант Кто живёт в Германии Все знают, что это сметана Ну а кто из стран Есть очень много у меня на канале Кто только переезжает Да, шмант это сметана 24% Не очень жирная Но очень вкусная Итак, добавили Устанавливаем мы вот такую крышечку Теперь 90 градусов 5 минут Все Добавляем обжаренную говядину У меня она вот какая красивая Вот эта верхняя Она на растительном масле А нижняя Она на Оливковом Вот для эксперимента Могу даже вам показать Да Конечно Более полезно Естественно На оливковом масле Поэтому на растительном Даже не рекомендую Добавляем в нашу Вот такую массу Аккуратно перемешайте Лопаткой Боже Как это вкусно пахнет Как вы понимаете Мясом можно Сколько угодно И всё Подавайте сразу Посыпав рубленной петрушкой Как вы поняли Мясо у нас обжаривалось 7 минут И оно действительно готово